Надо понять, какое отношение имеют все эти посчитанные наносопротивления к изначальной теореме поня. Во-вторых, нужно все-таки доказать, что при увеличении сопротивления, общее сопротивление цепи не может уменьшиться. Это будет отдельный сюжетик, он очень короткий, но он действительно отдельный. Давайте сначала, для того, чтобы вы поняли, что вы существенные вещи сделали, давайте мы сейчас подумаем, какое, собственно говоря, отношение к уходу на бесконечность имеют все эти наши потенциалы. Так, теперь я уже забыл про сверхпроводимость, что я тут говорил, и давайте просто подумаем вот на такую тему. Пусть у нас, ну, например, вот эта картинка исходная, да, есть, вот эти все, они с сопротивлением 1, да, вот, мы сюда поместили потенциал 0, на границу поместили потенциал 1, и теперь давайте подумаем, когда мы посчитали все потенциалы, все потенциалы по всех точках, что такое потенциал вот в этой, ну, не здесь, а потенциал вот в этой точке? Это я сегодня уже объяснял. Когда есть любой граф, некоторые вершины, которые получили потенциал 0, а некоторые вершины потенциал 1, и, значит, на ребрах у нас у всех сопротивление 1, да, для понятности, то потенциал, который получается в некоторой вершине, это вероятность при случайном блуждании попасть сюда раньше, чем сюда. Помните? Помните? Рассуждение про школу и дом. Там был такой человечек, который с вероятностью 1, 2, да? Дело в том, что вообще-то, то, что вероятность у него была 1, 2, существенного значения не имеет. Потому что точно так же здесь у нашего человечка есть 4 шага, и здесь вот есть вероятность попасть сюда раньше, чем сюда какая-то, здесь вероятность попасть сюда раньше, чем сюда и так далее. И вероятность для этой точки – это среднее арифметическое этих 4 вероятностей. Так, кстати, а все поняли, что такое гармоническая функция, или нет? Гармоническая функция для конкретного графа – это как-то значение в точке, это среднее арифметическое значение в соседях. А для математики вообще – это одно из важнейших понятий. Будете, когда заниматься комплексными числами, то, оказывается, когда вы берете любую функцию, хорошую функцию комплексной переменной, то, когда вы берете ее значение, берете окружность с центра в какой-нибудь точке, среднее значение по окружности – это будет значение в ее центре. Общая идея такая, когда в любой точке значение – это среднее значение у соседей. Так вот, так вот, править вероятность все поняли или нет? Значит, это запомнили. Потенциал в точке – это вероятность того, что при случайном нуждании, начав в этой точке, мы раньше попадем сюда, чем сюда. Отлично. А теперь давайте подумаем все-таки вот про начало. Значит, у нас есть начало координаты. Из него выходят четыре отрезка. Замечательно. Понимаете ли вы, что, когда вы делаете первый ход, то вы реально попадете в одну из этих точек. Согласны? А теперь внимание. Это уже настоящая точка. Она ничем не хуже. Значит, в ней есть тот самый потенциал. Так? Вспоминаете? А что это такое? Это вероятность раньше попасть сюда, чем сюда. Это вероятность невозврата. Потенциал в этой точке – это вероятность невозврата сюда. И потенциал в этой точке вероятности невозврата. И в этой, и в этой. Ну, у нас же как? У каждой точки есть свой потенциал. Кстати, они все равно четыре знака, если честно. Но в общем случае, в каждой точке есть потенциал. Мы должны их все сложить, правильно? Мы должны их все сложить и разделить на четыре. Так? Так. А теперь вспоминаем. Сопротивление вот этого ребра – это вообще не одиннадцать. Поэтому, когда вы не сложите потенциал, это ровно то же самое, что сложить силу токов. Просто потому что сопротивление единичное. Смотрите, вот у нас-то здесь, у нас здесь вот ноль, а здесь единица. Значит, просто-напросто потенциал в этой точке – это в точности сила тока. Значит, мы просто берем ток, который выходит из этой вершины и делим на четыре. Ну, ребята, ток – это разность потенциалов между границей, то есть единица, деленное на сопротивление. А сопротивление что? Мы здесь считали сопротивление стремилось куда? К бесконечности. Если сопротивление стремится к бесконечности, то проводимость, обратная величина стремится к нулю. Значит, ток будет выходить все меньше и меньше при увеличении n. Это значит, что сумма этих штучек будет стремиться к нулю. А сумма этих штук, деленная на четыре – это вероятность чего? Невозврата. Значит, мы доказали, что, соответственно, вероятность возврата, то есть вероятность невозврата стремится к нулю, то вероятность возврата стремится к единице. К единице. Отлично. Теперь пошли сюда. Пошли к пространству. То же самое, я даже рисовать очень хочу. Там у нас будет сначала координат, шесть точек, согласны? Что мы должны сделать? Опять-таки, мы должны суммировать эти самые потенциалы, и это будет в точности сила тока. Но на этот раз мы посчитали, что у нас сопротивление будет меньше единицы. Правильно? Сопротивление меньше единицы. Значит, ток будет, наоборот, больше единицы. Значит, сумма вероятности невозврата в этих шести точках будет больше единицы. Правда, еще надо на одну шестую делить. Вот отсюда и получается. Вероятность невозврата больше одной шестой. Я боюсь, что я запутал. Давайте, значит, еще раз. про то, что потенциалы и вероятности невозврата одно и то же. Вы поняли? Да. Значит, потенциал в точке, в любой, это есть вероятность скорее дойти до единицы, чем до нуля. Вот в процессе случаях это нужно. Сколько мы доходим до единицы или доходим до нуля, то на этом узнание прекращается. Значит, на самом деле, когда вы выходите из начала координат, то вы выходите с вероятностью одна шестая по другим проблемам. И вас интересует сумма вот этих чисел, деленная на шесть. Но сумма этих чисел то же самое, что ток. А ток, ток это единица, деленная на сопротивление. А сопротивление меньше единицы. Значит, ток больше единицы. Значит, сумма этих потенциалов больше единицы. Значит, деленная на шесть, она больше, чем одна шестая. То есть вероятность ухода в бесконечность больше, чем одна шестая. Она посчитана точно. Она чуть-чуть меньше, чем в семь десятых, это самая вероятность в бесконечность. Но, тем не менее.